Я относился к числу евроскептиков Я не могу сказать со сцены, что вот в Евросоюзе что-то не так, что там кризис, что возможно он будет распадаться, на него смотрели вот эти европейцы, либо как на идиота, либо как на провокатора. То, что сейчас говорят Меркель, Саркази, Камерон и там половина Европы, давно уже говорилось у нас, в том числе на этом вот евросийском форуме. Только это вами не слушалось и не слышалось. Евросоюз строился, и я один из тех, кто многократно об этом писал, с учетом опыта негативного и позитивного Советского Союза. Евросоюз номер один, это Советский Союз, а ваш второй. И когда мы распадались, мы распадались по тем же самым причинам, которые сейчас являются для вас новостью. Потому что Грузия вела себя по отношению к России, так же как Греция сейчас, психологически. Она говорила, вы нас грабите, у нас теплый климат, мы замечательно жили, а вы там с севера какие-то люди. Вот, учьте нас жизни и так далее. Ничто не длится вечно. Евросоюз бесспорно распадется. Вопрос в том, когда. Если мы хотим спасти европейскую цивилизацию, то это должно случиться раз. Второе. Это не только не нужно заблуждаться. Я же сказал, вы уже не самые сильные, не самые, давно не самые богатые, а скоро станете еще беднее. И уже не самые умные. Не Россия вступит в Евросоюз. Вот это действительно исключено. Больше не вступают в меньшее. А кто из нас больше, тут мы еще можем поговорить. А мы соединимся. Западная Европа, это такая одна палата Европейского парламента, и вы туда избираете кандидатов. Я упрощенную схему. А Восточная Европа, представленная Россией, Российским Союзом, вторая палата. И мы туда избираем депутатов. Вот так вот, примерно. Президент русский, вице-президент француз, немцы в последнее время ближе. Вот примерно такая. И тогда мы сохранимся. А так, что мы в вас вступили, ну вы что, вы же нас не прокормите, а мы вас, тем более, вы слишком много привыкли есть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok